И еще одна новость из города Спутника. Нынче там происходят удивительные вещи. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Видимо, этим принципом руководствовалась героиня следующего сюжета, заявившись в гости с жителем Новочебоксарска, не дожидаясь рассвета. Кого обнаружили в своей квартире, молодые люди, вы ни за что не догадаетесь. Мирно спавших супругов в три часа утра разбудил грохот на кухне. Дмитрий, заглянув в комнату, увидел, что на пол летит горшок с цветами. Быстро закрыл дверь и забаррикадировался с женой в зале, гадая, сквозняк ли это привидения или хулиганы. Они и предположить не могли, что в их доме находится настоящая хищница, которая устроила там жуткий беспорядок. Жена перепугалась у меня сильно. Пришли друзья, через окно мы им кинули ключи от двери. Они открыли дверь и когда мы все вместе зашли на кухню, увидели то, что на полу разбросаны все вещи, разбиты сувениры всякие фарфоровые, валяются цветы и на шкафу сверху сидит вот эта вот красавица. Сова попала в квартиру через вентиляционный люк. Увидели, что вентиляционная решетка вырвана. Когда включили свет, она испугалась, наверное, больше, чем мы сама. Сидела с большими-большими глазами, смотрела на нас, на всех. Потом от нас отвернулась. Мы там с ней пофотографировались. Потом начали думать, как ее ловить. Хозяин дома поймал птицу. На балконе для нее нашлась подходящая клетка. Даже поспать пару часов смогли вместе с гостьей. А утром Дима привез сову в Чебоксары в зооуголок Ковчег. Прежде чем отпускать ее на волю, хотел убедиться, что с незваной гостьей все в порядке. Ну, это совы, это прячутся они просто от враньих. Они ночами прилетают сюда охотиться на голубей, на ворон, на галок. А утром не успевают улететь. А так как враньих очень много у нас, они, как сказать, толпами нападают на сов и даже могут забить. Поэтому совы прячутся. Юрий Зорин предполагает, что сова вентиляционную шахту на крыше приняла за дупло и влетела туда, как ни в чем не бывало. Возможно, даже провела там пару дней, прежде чем ворваться в квартиру Дмитрия Григорьева. Руководитель зооуголка говорит, что к ним и раньше приносили сов. Но подобного случая, когда птица залетела в дом через вентиляционный люк, не припомнит. Лесная хищница вполне здорова. Уже сегодня ночью ее выпустят из зооуголка на волю, так как в уходе она не нуждается. А вот полетит ли она в лес или снова наведается кому-то в гости, неизвестно.